18 сентября в Москве прошло крупнейшее российское соревнование по бегу. Московский марафон, который проводится ежегодно с 2013 года. На дистанциях 10,42 километра соревновалось около 37 тысяч человек. Это рекордное число участников марафона за последние годы. Движение транспорта на улицах в центре города было перекрыто. Участникам предстояло пробежать по набережным Москвы-реки, Садовому бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля. Электрогорск на дистанции 10 километров представляла Ольга Демченко. Ольга стала мамой полтора месяца назад и через такой короткий промежуток времени вернулась в прекрасную спортивную форму. Александр Гурков дебютировал на марафонской дистанции и установил блестящий личный рекорд – 3 часа 45 минут 17 секунд. Ребенку у меня полтора месяца и где-то через месяц и неделю я начала подготовку. Буквально за неделю я раза четыре до марафона пробежала. И основную часть, 10 километров, я бежала уже на марафоне. То есть до этого я бежала максимум 4 километра. В семье нас четверо, у нас двое детей, но мы друг друга поддерживали. И пока я бежала, он за меня переживал тоже во время бега, а потом, когда я уже добежала свои 10, я онлайн отсматривала, какие расстояния он уже пробежал. И мы ждали его всей семьей уже на финише. Бег – это стремление, это спорт, это жизнь в нашей семье. И, соответственно, будем стремиться покорять следующие цели и участвовать в таких беговых сообществах. Марафонскую дистанцию 42,2 километра преодолели Александр Фокин, Александр Гурков и Татьяна Соловьева. Впечатлений на самом деле было масса, потому что, если честно, я ощущала себя таким вернувшимся героем. Потому что это очень большая дистанция, для многих, конечно, непосильная. Люди без подготовки, естественно, ее пробежать не смогут. И, конечно, было чувство гордости за то, что ты вообще это преодолел. Татьяна Соловьева финишировала за 4 часа 13 минут 11 секунд. А Александр Фокин за 4 часа 20 минут 38 секунд. Подготовка к марафону занимает это минимум, минимум, это год-полтора. Просто взять, встать из дивана и пробежать марафон – это себе дороже. А что для этого нужно? Для этого нужно каждый день тренироваться. Пробежки, УФП, силовые тренировки. Московский марафон – это международный старт, считается. Там очень много количества участников. В этот раз было, если я не ошибаюсь, 11 тысяч. Сортовали токены именно на марафонскую дистанцию. Поэтому, конечно, само вот это вот сознание того, что очень много людей вокруг тебя бегут – это дорогого стоит. Бронзовые награды завоевали электрогорские футболисты на турнире «Звездный мяч». Турнир по футболу из серии «Звездный мяч» – осенний кубок 2022 год – прошел 17 и 18 сентября на стадионе имени Классона. В нем приняли участие команды из Орехово-Зуева, Шатуры, Рязани и Электрогорска. В результате напряженной игры золото завоевала команда «Золотые купола» из Рязани. Второе место получил футбольный клуб «Спартак» Асанова из Шатуры – серебряная награда у электрогорского «Вымпела». Футбольный клуб «Фортуна» и «Спартак» Орехово из Орехово-Зуева заняли третье и четвертые места.